приветствую всех подписчиков и случайно зашедших на канал сегодняшнее видео будет необычного такого плана но как бы и не про металлолом вовсе но как-то в один из походов металлолом я нашел два таких будем говорить то ли это объективы не понятно что это так меня предстоит то что вот здесь вот как видим такая мощная линза впереди на эту линзу позарился думаю если ее открутить это хорошая будет линза мне здесь вот возле заточенного станка положить чтобы смотреть тупость инструмента ибо тупость инструмента надо проверять не на глазу допустим резец тут трудно сказать он острый тупой или какой потому что надо проверять именно режущую кромку и даже не режущую кромку а состояние вершины в вершины леса особенно если вы вас резец такой чист чистовой получистовой когда работает очень маленький участок а здесь надо смотреть вершину леса потому что именно от его состояния будет зависеть точность вашей про . если она вершина это притуплено резец атаку особенно длинный будет отгибать и вы в размер не попадете вы туда проедетесь назад будете ехать стружку будет снимать это всего лишь потому что тупой резец и вот эту остроту этой кромкой лучше всего проверять конечно с помощью обычного увеличительного стекла но у меня есть здесь возле станка такая лупа такая есть и в нее видно что там он кромка чуть-чуть блесит если вы видите поворачиваю она там блестит но как она блестит и какой характер там притуплением трудно сказать потому что надо иметь более высокое увеличение вот я взял и два этих объектива один я уже как видим вот с него основание вот один полностью разобрал я просто хочу показать что это такое и так из него можно хоть чего применить на гараже для того что может ему тоже попадется такое ну чтобы мимо не проходили тем более я спросил этого приемщика сколько ты хочешь за эти объективы он так строго правда сказал цену металлолома давай и забирать ценами того ну он решил что все это дело как видим черное он решил что все это сделано из пластика и остальное стекло тут металла практически нету ну хотя металл как дальнейшая разборка показала металл здесь есть вот это основание пластмассовое а вот уже все вот эти объективы пластик а вот этот дюраль ну и так далее не будем на этом останавливаться я не в железе дело я вот его начал когда разбирать всю конструкцию вот эту всю конструкцию и разбирал ну два часа ну может быть чуть больше может быть чуть меньше около полусотни болтик вот я их выкрутил все собрал причем болтики довольно интересны все они под такой вот головки под торкс есть там несколько штук и отвертку а в основном вот эти вот торксы вот такие чуть больше чуть меньше вот они болты размером от М4 до М1 короче на хозяйстве пригодятся потому что таких болтов нигде в магазине вы не купите ну о болтах потом значит когда я его разобрал я тут думал что будет только одна вот эта линза которая впереди ну думаю может быть там за ней еще одна стоит ну понятно что она наверно пучок собирать не знаю смысл этого всего объектива где он применялся потому что он довольно интересная сейчас дальше буду показывать как оказалось там этих разнообразных линз несколько вот этот та которая впереди стоит как и имя ее извлекал немножко травмировал там гайка такая что она тяжело откручивается она скорее всего на клею сидит вот как видим первое видим она насколько она увеличивает она намного кратность намного больше чем чем в этой лупы видим не знаю камера передает это увеличение или нет ну намного мощнее за ней стояла вот эта линза тоже она увеличивает но у нее характеристика интересно на выпукло вогнутая вот здесь она с этой стороны вогнутая а здесь она выпуклая причем как видим радиус такой большой значительно но она тоже увеличительная то есть у нее так эти располагает тоже как видим увеличивает довольно мощно дальше внутри там стояла еще три линзы стояла вот линза такая вот это стояла вот эта линза стояла ну это линза с отрицательными фокусным расстоянием как видим она уменьшает все не знаю куда она мне пригодится вот еще одна такая стояла линза тоже с очень большим увеличением причем от этим вот лизы почему хорошие такие линзы которые в таком вот стаканчике то есть они в объективе когда мы смотрим на нашу деталь ее рассматриваем то если у нас еще какой-то свет где-то включен он здесь как видим многократно отражается он мешает рассматривать поэтому лучше когда эта линза утоплена в такой в тубусе в трубочке в такой вот еще одна линза видим она такая очень глубоко утопленная она абсолютно отстраивает от этого и тоже это линза увеличительно с очень большим с очень большой кратностью и вот здесь она полностью затеняет свет чтобы на нее не падал ничего здесь не отражается и только хорошо надо освещать кромку чтобы его рассматривать как видим получается что здесь было 1 2 3 4 5 6 линз 6 линз и кроме прочего всего еще одна линза вот как видим вот это довольно оригинальная конструкция это тоже это тоже линза но в эту линзу можно смотреть из-за угла вот здесь вот есть у нее окошечко и смотрим если мы сюда поставим газету там и сбоку в эту линзу можем читать эту газету причем довольно большая кратность увеличения это вообще можно поставить и здесь в какой-то сюда коробочку нишу чтоб там освещение хорошее было полностью изолировать этот источник света и рассматривать его этот резец отдельно не мешали эти все от блики которые причем как видим очень качественно изготовлена линза ни одного дефекта изъяна и так далее вот получается здесь 6 и вот эта седьмая такая линза были в этом приборе что за прибор может кто подскажет в нем еще стоит вот такой как видим вращающийся диск зеленый зеленый красный синий красный зеленый сектора и один белый не знаю что он считал что он отсчитывал вот это все так вот собрано здесь это все стоит двигатель двигатель такой самый как на винчестере вот кстати здесь он здесь вот он стоит вот он стоит это конструкция а вот двигателя 4 вывода вот 4 вывода для подключения питания сюда вот такая работа мне было вчера вечером а сегодня просто решил снять видео да кстати тут еще дальше не все еще но я не знаю это я буду как-то использовать как видим все весь этот пучок света проходил через вот этот стеклянную призму видим такая стеклянная призма за ним руками браться конечно нельзя но я пользовать ее не буду причем она призма очень интересная и через нее свет если пропустить она его как бы вот видим так она бликует это переливается вот это вот эта плоскость она по-моему не это с ней не ровная так она сделана волнисто не знаю что это было за прибор ну ясно его пользоваться дам дальше не буду я извлек из него все что мне надо а это внучкой отдам будет у нее моднейший спиннер как видим такого спиннера не будет ни у кого кстати вот еще кроме кроме всех этих болтиков винтиков еще две таких вот пружины очень эластичные пружины это не просто полоска с какого-то металла это полоска с пружинной стали очень тонкая эластичная то я коллекционирую пружины это пойдет у меня в коллекцию пружинок иногда надо такую очень и вот еще две пружины эти это которые прижимали очень аккуратно прижимали линзы вот они такие вот тоже эластичные одна и вторая а еще еще что здесь было вот зеркало оптическое чистое зеркало но подвешено на трех вот подпружиненных ножках таких его можно его можно регулировать как видим ну зеркало может быть куда-то я пристрою в принципе хотел сегодня рассказать и показать может кто знает что это за установка где она применялась и как ее использовать как ее можно использовать и можно ли вообще использовать на же напишите мне если кто-нибудь знает но на этом всего доброго пока до новых встреч субтитры создавал DimaTorzok